Глава 4. Господин и раб. Глава 5. Господин не признает верным того своего раба, который его воли не выполняет. Так и Христос не признает верным своим рабом того христианина, который заповеди его не исполняет. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? От Луки 6.46. Глава 5. Господин. Раб не знает, когда его Господин позовет к себе, и поэтому хороший раб в любое время готов и ждет его. Так и христианин не знает, когда его Христос Господь к себе позовет. Христос же зовет к себе всякого через смерть, и поэтому хороший христианин всегда к исходу готовится. Когда Господин куда отъедет, хороший раб всегда ждет его прихода. Так и христиане всегда должны ожидать пришествия Христова с небес и к встрече с ним готовиться. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. От Луки 12.35.36. Раб, когда явится перед Господином неисправным, наказывается. Так и христианин, когда явится перед Христом Господом неисправным, будет наказан. Раб, как верно не работает на своего Господина, делает то, что должен делать. Так и христианин, хотя и верно работает для Христа Господа, однако должен признавать себя недостойным. «Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» от Луки 17.10. Раб за верную службу от своего доброго Господина награду и плату получает только по одной милости того. Так и христиане, рабы Христовы, получат награду от Христа Господа в будущем веке, но только по одной его милости, а не по их заслугам. Рабы непостоянные и злые за спиной своего Господина по своей воле живут и своевольничают, делают то, что хотят, думая, что Господин их не видит. Так и многие бессовестные христиане поступают против совести и закона Божиего, как будто Христос их не видит, и только что не говорят «Христос на небе далеко от нас, не видит нас и дел наших». А может быть, многие так думают и говорят. Но псаломник поет всем. «С неба посмотрел Господь, увидел всех сынов человеческих, из уготованного жилища своего посмотрел на всех живущих на земле, тот, кто создал сердца их и вникает во все дела их» Псалом 32. И пророк Иеремия говорит Господу. «Очи Твои, Господи, отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» Иеремия 32.19. И Давид Святой обличает их. «Образумьтесь, безумные в народе, и глупые, наконец, умудритесь. Насадившие ухо не слышат ли, и создавший глаз не видят ли? Наставляющий народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению» Псалом 93. «И сам Господь грешнику говорит, обличу тебя и представлю пред лицом твоим грехи твои» Псалом 49. «Если бы раб в такое безумие и неистовство пришел, что перед своим Господином дерзнул бы кричать, шуметь, безмерно смеяться, скакать, плясать и творить прочее бесчинство, то крайнее непочтение и досаждение выказал бы своему Господину и вызвал бы его великий гнев». Такое безумие и неистовство показывают христиане, которые перед Христом Господом Всевидящим беззаконничают и своевольничают. Сюда относятся бесчинные крики, кулачные бои, пляски, танцы, скверные и неподобные песни, лошадиные скачки, ссоры и брани, ругательства, клевета и осуждения ближнего, бесчинные собрания, пиршества, пьянство, любодеяние, прелюбодеяние, хищение, воровство и прочее. Все это безумие и неистовство христианское, которое перед очами Вседержителя и Иисуса Христа Господа совершается слепыми христианами. Все они великое непочтение и досаждение выказывают Христу Господу и тем Его на гнев праведный подвигают. Поэтому бывают такие страшные казни, как великие пожары, моровые язвы, нашествия иноплеменников, землетрясения и прочее. Воистину велики слепота человеческая и безумие. Раб перед Господином, человеком, боится бесчинствовать, но христиане перед Христом, Богом, не страшатся делать того, что человек перед человеком делать не смеет, хотя и слышат из Святого Писания, что Бог все видит. Так ослепляет сатана умы людей, чтобы погибели своей не видели. Берегись, человек, перед Богом делать то, что делать перед земной властью боишься и перед честным человеком стыдишься. Терпел тебя до сих пор Бог, но впредь стерпит ли – неизвестно. «Бог наш есть огонь поедающий, страшно попасть в руки Божии» к евреям 10.31. Понимай это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok